Книга «Открытым оком», том 5, вопрос 1423, тема «Смерть». Можно ли отпевать крещённых, но неверующих? И что вообще даёт душе усопшего отпевание? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вас интересует моё личное мнение, или что об этом говорит Бог через своё вечное и неизменное Слово, по которому Он и будет судить этот мир, и все наши деяния, или вам нужно знать, что напридумывали люди в исторических церквах? Ещё раз повторю, что наши занятия так и называются – изучение Слова Божия и толкование Его по Святым Отцам Вселенской Церкви с первого века. В Библии об отпевании нет ни слова, ни даже намёка на то, что участь человека, кто бы он ни был, изменится после его смерти. «В чём Бог застанет человека, в том и будет судить, ибо после смерти нет покаяния». Евангелие Таана 3.36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём». 2.5.10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». «Очень хорошо знаю, как ненавидят эти мои ответы православные батюшки». «Ещё бы! Отпевание умерших – это их любимая шабашка». «И таким отпевальщикам, таким ответом я буквально уже у них изо рта вытаскиваю лакомый их кусок, их в кавычках «законную», на самом деле беззаконную добычу из их обширного корыта. «Нам разрешается даже прослезиться на похоронах, но и не более того». Иоанн Златоуст высмеивает тех, кто устраивает на похоронах зрелище, когда женщины распускают волосы и вопьют «На кого ты меня покинул, дожила я с тобой, как у Христа за пазухой?» «Это вызывает смех в язычниках, которые видят, что у нас нет веры в загробную жизнь, и мы точно так же, как и они, скорбим безутешно». «А в действительности же мы должны бы радоваться, что человек из юдали, печали и скорби ушёл к своему другу, к Царю Неба и к любимому Искупителю Иисусу Христу». Деяние 8.2 «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нём». И такой плач есть остаток ветхозаветного отношения к смерти. В Новом же Завете, особенно по житиям святых, мы наблюдаем иную картину, когда кончину мученика христиане торжественно приветствовали, как бы видя колесницу с неба, забирающую труженика в вечный покой. «Неужели мы не можем отличить друга от врага, раба, служащего от беглеца из дома отчего?» Если человек и был крещён, а жил вне церкви, то о каком отпевании может идти речь? «Отпевать пришли раба Божия, что и говорится в тексте отпевания. Сам обряд отпевания придуман неизвестно когда и кем, но слова в нём хорошие, ободряющие. Согласно их и нужно применять это отпевание только по отношению к верующим, жившим во Христе». Деяние 21.13 «Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце моё? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Если бы реально мы представляли, что происходит после смерти, то отношение к этому было бы торжественным, а не мрачным. Сирахов 22.11 «Плачь об умершем семь дней, а о глупом и нечестивом все дни жизни его». 22 февраля 2003 года погиб мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич. Мне его очень жаль. Мы не были с ним очень близки, но он был нам не безразличен и, как оказалось, мы ему. Об этом мне говорил председатель краевого суда Пашков В.И., рассказывавший, как высоко Баварин отзывался в разговоре с ним лично обо мне просто очень восторженно. Такие же слова он говорил и другим. И журналистам, которые удивлялись этому, потом мне это и передали. Но главное в том, что он помог мне получить хотя бы всего одну двухсотую часть стоимости того, что у меня было конфисковано в 1986 году. А это получилось, что два здания общей площадью 226 квадратных метров, где мы теперь можем и жить, и главное молиться, и собираться для занятий. И он держал нас на контроле, интересуясь, нуждаемся ли мы в чем. Он помог эти нежилые здания освода превратить в жилые, и все расходы отвел от меня. Все сделали бесплатно. Ходил я и во дворец спорта, где было тело его выставлено для прощания с ним. Мне настолько было жаль его, что я не мог от слез воздержаться и про себя молился, напоминая Богу о том добре, какое мне сделал этот человек. Господи, прости за эту молитву об этом человеке, и он жил как совершенно мирской человек. Он не был Твоим рабом, жил как живут неверующие. И он даже не позвонил мне, не попросил молиться за него, чтобы путешествие его было безопасным. Но перед Тобой, Господи, все открыто. Ты знаешь, как он хотел людям добра, как он любил по-своему этот несчастный и бедный народ. Это, конечно, не отпевание, но своя личная молитва. О смерти этого Владимира, столь несчастного, я сказал по телефону и в Москву, в монастырь Московской Патриархии, и нашему правящему архиерею РПЦЗ, сказав, что я узнал, что погибший был крещен. Я даже и не просил молиться о нем, а дал намек, что можно бы воздохнуть о нем. Когда люди желали расположить Христа к человеку, то они напоминали Господу о благодеянии, какое сделал для них этот благодетель. Лука 7,5 Ибо Он любит народ наш и сотворил нам синагогу. Нам негде было молиться, а теперь есть свой храм, хотя и в жилом буду. Построим. Лука 7,5 Ибо Он любил народ наш и построил нам синагогу. Нам негде было молиться, а теперь есть свой храм, хотя и в жилом доме. Вот такая молитва от глубины сердца. Она в первую очередь тебе самому полезна, чтобы сохранить в себе чувство благодарности. Это чувство помогает быть чутким к добру и всегда за все благодарить Бога. Да, этот человек был не член нашей общины. Ну и что? Он был когда-то коммунистом и даже парторгом, но написано в притче 16,7 «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним». Члены нашей общины все любили его и молились всегда за него, когда он был еще жив. Молятся многие за него и сейчас в своей келейной молитве. Это и есть подлинное отпевание. А есть ли от этого польза? Когда об этом спрашивали Конфуция, он отвечал. Если скажу, что есть, то вы забудете и про живых, будете жить на кладбище. А если скажу, что нет пользы, то перестанете заботиться об умерших и творить о них память. Вот когда умрете, тогда и узнаете. Надо жить с проглядом вперед. Но если человек думает, что он умный, а за рулем не может понять, что дорога скользкая, если она еще и снегом присыпана, то он все-таки жмет со скоростью более 100 км в час. Простите, но он все-таки жмет со скоростью более 100 км в час. То он дурень пустоголовый и кабан под закланием. Со мной в больнице лежал пацан 15-летний. Он в горах на особых горных мопедах гонял на соревнованиях и сломал ногу и ключицу. Гоняются на мотоциклах на льду. Но это безумные рисковальщики. На них ничего нет. Трусы да часы. Ангел смерти уже занес над ними меч, и ничьи жизни его оборвана вмиг. А здесь глава столь большого города, возраст уже почти 64 года, и несся куда не надо, сломя голову. Скольких людей он подмял этим прыжком в вечность, этим кульбитом безумия. Да благо бы еще если в храм ехал или на помощь утопающему. А то все в какие-то спорткомплексы, как губернатор лебедь. На стадионах всегда толпы демонов, как свидетельствуют жития святых. Субтитры создавал DimaTorzok